А сами по факту никем не являются, ничего не имеют и некрасиво изъясняют свою мысль. Поэтому для меня это было очень странно, когда мужчина себя так ведет. У меня высшее образование. Я телерадиожурналист по первому образованию. По второму образованию у меня режиссура. Театральное училище имени Бориса Щукина. Кто из ведущих нравится? Если мы говорим по поводу проекта «Дома-2», где я выступаю в качестве преподавателя техники речи с ребятами, мне вот когда Оля Бузова, ведущая, вот какая-то, знаете, дружелюбная атмосфера на площадке. Все улыбаются, всем комфортно, ну как-то все счастливы. Когда на площадке ведущая Бородина, Ксюша Бородина, то просто все зажаты, все боятся, все боятся, что какая-то тема будет посвящена им. Причем это будет не какая-то, ну, скажем так, положительная тема, а именно всегда будет отрицательная, что будут обсирать человека, обсуждать. И Ксюша, она такая жесткая достаточно, очень жесткая. Поэтому у меня было одно лобное с ней, когда она меня защищала, вот, а на следующий день было лобное, где она просто меня гасила. Ну вот, и было как-то не особо приятно. Я познакомилась с ведущими, с Ольгой Орловой, она очень такая, ну, хорошая, но, мне кажется, для «Дома-2» как-то не формат, слишком она меланхолична. И безумно мне понравился Андрей Черкасов, такой милый, хороший. Вот, возможно, я бы за него замуж вышла, если бы он был бы свободен. Но он счастливый семьянин, сейчас у него ребенок маленький, поэтому я за него прям-таки очень рада. Так, давайте посмотрим. А, Влад Кадони, да, ну, он, конечно, такой. Как сказала наша одна участница девочка, без мыла в попу лезет. Это про Влада Кадони в том числе. Ну, такой любит, конечно, скандалы, никогда не похвалит. И меня он тоже на шоу Бородина против Бузовой тоже высказывал несколько неприятных слов. А я к критике отношусь не очень хорошо, хотя нужно научиться к критике относиться спокойно. Так вот, Влад Кадони – человек, ведущий тот, который всегда ставит приоритеты какие-то скандалы и интриги. И если даже какая-то обычная оптимистичная тема, он из нее найдет всегда и какие-то изъяны. Какой у меня рост? Рост у меня метр сто семьдесят. Ты выше, Бородиной? Кстати, Бородина такая маленькая, миниатюрная. Но я думаю, что у нее рост метр шестьдесят семь, шестьдесят восемь. У меня метр семьдесят без каблуков. Привет, солнышко! Славик, мы с тобой сегодня не договорили, поэтому если ты сейчас свободен, я могу сесть в машину и докатить до вас, и привезти то, что тебе необходимо. Славик, слышишь? Пока ты думаешь, я тут поотвечаю на вопросы моих подписчиков. Скажи, пожалуйста, ты на каком канале работала? Я сотрудничала со многими каналами и в качестве телеведущей, и в качестве просто участницы каких-то шоу, и в качестве эксперта, и в качестве актрисы. Со многими телеканалами сотрудничала. Так, что еще? Не смотрю Дом-2, но увидел случайно зарядку в вашем исполнении. Забавно подписался. Спасибо большое. Зарядка, да, мне тоже понравилась. Я переживала перед тем, как пересъемка моей утренней зарядки на проекте, и даже репетировала, и был танец спланирован и придуман, потому что я считаю, что лучшая импровизация — это подготовленная импровизация. Тем более мы работаем на камеру, тем более это видит наш зритель, наш любимый. Как ты? У меня все хорошо, все прекрасно. И в итоге, кто из ведущих нравится? Мне больше понравился Андрей Черкасов и Ольга Пузова. Ольга Пузова за то, что она искренне открытая и позитивная, а Черкасов, потому что он очень обаятельный, харизматичный мужчина. И ведущий тоже. Так, вы очень красивая. Спасибо большое. Ты ушла с проекта. Я с проекта. Не то чтобы я ушла, я... Я была там преподавателем. Опять же, вот, давайте закроем тему. Я была преподавателем техники речи. Я работала с ребятами над их дикцией, артикуляцией, харизмой, актерским мастерством. То есть я выступала в качестве преподавателя в первую очередь. Ты выше Иры на уме. Она говорила, что росту 74. С Ирой мы очень хорошо общаемся, мы подружились, мы поддерживаем общение. И я сказала... Я просто живу рядом еще с проектом. Я сказала, что когда самоизоляция закончится, все, я всех жду в гости. Будем отмечать свободу. Поэтому жду, когда все закончится. Я думаю, что вы тоже ждете, когда мы восстановим нашу обычную, хорошую жизнь без всяких препятствий. Вот. Ира Дарьи. Ира, по-моему, выше меня. Ну, наверное, да, метр 174 у нее рост. Может быть, так и есть. Да, ну, может быть. Бородина говорила, что рост 164, а не 168. Ну, я не измеряла ее рост. Вот, не знаю, возможно, тогда у нее была платформа, и мне показалось, что у нее рост 168. Может быть, 164. Я уж не говорю о конкретных каких-то тонкостях роста. Я не знаю, но может быть и 164. Да, всем привет, кто подключается. Как дела? Чего ж вы не спите? Это время час ночи, ребят. Это я понимаю, у меня режим сбит абсолютно. И я ложусь только в 3 часа ночи. Просыпаюсь в 10 утра. А вы-то чего не спите? Почему не спится-то вам? Либо любовь у вас в сердце, либо какие-то переживания. Мне 27. Кто из участниц, по твоему мнению, самая красивая? Самая красивая, красивая, на мой взгляд, из новеньких это Ирина Наоми, а из стареньких, самая красивая. Если говорить о внешности, да, если говорить о внешности, самая красивая Яна. Яна, которая девушка Захара, Слесаренко. Она очень красивая. Но, понимаете, внешность не всегда играет роль. Главное в девушке, ну и как и в мужчине, чтобы была не только внешность, но и внутренняя красота, харизма. Яна слишком много ругается матом и может посылать своего мужчину, что я считаю, что это совсем нее не красит. Поэтому, если рассматривать со всех сторон, то со сторон и в качестве характера и внешности. Вообще на проекте на СССР все знаете, что есть Африкантова Марина. Вот мне кажется, она очень красивая, как внешне, так и внутренне. Внутренний мир у нее достаточно богатый. Кто на тебя произвел приятное впечатление? Я могу точно сказать, кто на меня произвел неприятное впечатление. И все то время, сколько я находилась и обучала ребят, он меня пытался каким-то образом зацепить, сказать какое-то скверное слово по отношению ко мне, даже за спиной, когда меня не было там на каких-то обсуждениях. Это Алексей Безус. Я сначала хотела подружиться с ним, как я и говорила в эфире, потому что он сильный участник, достаточно умный. Но наше общение потом пошло на нет. Я про него ничего в эфире не говорила, а вот он вел себя не особо по-мужски и мог за спиной сказать какие-то неприятные слова обо мне. Хотя при этом человек абсолютно меня не знал, даже не пытался узнать, но при этом почему-то вел себя не очень прилично. Поэтому... Так. Почему ты пришла как участник, а не учитель? Сложно ответить. Я не видела вашего вопроса. Ну, потому что так нужно было сделать, чтобы изначально я пришла как участник, потом я стала преподавателем. Ну, если вы как-то связаны с телевидением и понимаете, что иногда есть определенный сценарий, вы можете понять меня, что это иногда так и бывает. Что не всегда все идет так, как... Скажу так, драматургия сюжета должна присутствовать. И если бы я изначально пришла как преподаватель, было бы неинтересно. А когда ты приходишь как участник, плюс у тебя какая-то история интересная, да, когда ты плачешь, переживаешь, показываешь себя той, какая ты есть, нервничаешь. А потом ты, бац, и переоплощаешься, перевоплощаешься с какого-то уже другого персонажа, а именно преподавателя. На это интересно смотреть, за этим интересно наблюдать. Поэтому, надеюсь, я ответила на ваш вопрос о том, что на телевидении есть всегда определенный сценарий. Илья, чья пара, по-моему, самая красивая? Самая красивая это Федя и... Забыла, как зовут девушку Федя. Федя и Анита. Очень красивая. Федя очень красивый, очень добрый, очень искренний. Вот прям для меня они идеальная пара. И при мне они никогда не ругались. Я не слышала, чтобы они ругались. Наоборот, когда нам не спалось, мы с ребятами сидели на кухне, а наверху на втором этаже была их комната. И мы, наоборот, слышали, как ребята любят друг друга. Поэтому я думаю, что это крепкая пара. И очень благородно они смотрятся друг с другом. Так, дальше. Какие вопросы? Илья Ибаров. Такой неприятный, наверное, в жизни. Кстати, по поводу Ильи. Для меня было открытием, что, возможно, да, на некоторых эфирах он может казаться таким, знаете, двуличным, неприятным, скверным. Но на самом деле он меня поддерживал. Как бы мне, ну, новому участнику не было сложно. Он меня поддерживал. Он очень искренний, очень настоящий. Он может к любому человеку подойти и просто поддержать добрым словом. Очень хороший человек в жизни. Так что про Илью Ибарова не думайте плохо. А вот про Безуса думайте. Безус такой есть скверный, педантичный в кадре. Такой он есть и в жизни, к сожалению. Так, чья пара, так я ответила. Тогда Сахнов тебе не нужен был, не нравится? К Сахнову я очень хорошо относилась. Как вы знаете, мы с ним были знакомы еще за периметром. И когда он стал обсуждать меня и говорить абсолютно ложную информацию обо мне, а я, вы знаете, я, к сожалению, слишком, видимо, воспитанная. Моя воспитанность не мешает сквернословить, мешает парировать с человеком, который врет и который пытается себя как-то показать в хорошем свете при помощи лжи. Для меня это странно, во-первых, потому что он мужчина, он должен вести себя достойно. Он повел себя отвратительно. И на проекте мы с ним вообще не общались и даже не здоровались. Сейчас мы тоже не поддерживаем общение. Хотя раньше мы общались очень даже хорошо. Ну вот так вот, к сожалению, получается. На проект все по расписанию. Нет, не все по расписанию. Пары не по расписанию. Любовь не по расписанию. График по расписанию. График сна. График, когда проснуться, поехать на съемки. Когда у нас зарядка. Когда у нас лобная. Это все по расписанию, безусловно. Любят друг друга. Это заниматься... Да, вы правильно меня поняли. Заниматься волшебством. Да, любят друг друга. С Аней и Валерой подружились. Мы как-то не общались. Они были... Они не жили в нашем доме, где живем мы. Где я занималась ребятами. Поэтому мы как-то не сталкивались. Мы сталкивались только на лобном. Ну и как-то они особо не общались с участниками. Как-то были сами на своей волне. Но мне кажется, они хорошие. Особенно Валера. Как тебе Клава? Кстати, с Клавой мы тоже подружились. Сначала она мне казалась такой достаточно странной. И чересчур искренней. То есть, как вы понимаете, Клава любит обсуждать тему интима. Кто что с кем, в каких позах. Ну, достаточно откровенная девушка. Мне казалось, что мы с ней не найдем общий язык. Опять же, это все связано с тем, что... Моя воспитанность как-то... Не схожа с ее мировоззрением и с ее позицией по жизни. Но мы с ней подружились. Она очень настоящая, искренняя. Ну, ей 21 год. И она всегда в чувствах, в эмоциях сейчас. И да, кстати, вот возвращаясь к теме того, что какие пары для меня кажутся красивыми. Это в первую очередь пара Феди и Аниты. На втором месте это, наверное, будет и Клава с Максом. Макс был моим учеником по технике речи. Очень красивый и очень талантливый парень. Очень настоящий, искренний, добрый. И мы подружились на этом фоне с ребятами, с Клавой, с Максом. Очень крутые ребята. Поэтому следите за ними. Я думаю, что скоро у них даже возможна свадьба. Парадина, наверное, очень строгая. Но все ее любят за это. Она строгая и по существу. Да, то есть она не будет, знаете... Она не будет, скажем так... Говорит неправду. Она говорит то, что думает. И она будет защищать тех, кто прав. То есть у нее искренние позиции. И она прям рубит словом. За это ее любят. Она за справедливость. Скажу это так. Сахнов же на номинацию встал. Если ему ты неприятный была, то он был... Я не хочу, на самом деле, по поводу Сахнова говорить. Потому что для меня этого человека больше нет. Он себя повел очень красиво. И я не стала об этом все подробности рассказывать. Как на самом деле все было. Правда, я не хочу больше о нем говорить. Потому что для меня этого человека больше нет. Если вы посмотрите, на кого я подписана, на него я больше не подписана в Инстаграме. Про что речь? Приветик. Мой любимый актер. Речь идет о том, что недавно... Не так давно я стала преподавателем одного проекта. И ребята, которые сейчас в онлайне следили за мной. И за теми участниками, с которыми я работала, мы обсуждаем эту тему. С Настей Гол чем-то похожа. Ну, не знаю. Чем мы можем с ней быть похожи? Внешне вы имеете в виду? Не знаю. Я никакой что-то схожести так особо не вижу. Возможно, немножко мы схожи с Юлей. С Юлей... Не помню ее фамилию. Юля, которая девушка Игоря. Мы с чем-то с ней схожи. Мы, кстати, очень хорошо дружим с Ирой Науми. Мы хорошо общаемся с Мариной. Кстати, Марина, кстати, очень красивая. Да, у меня спрашивали, типа, кто самая красивая девушка на проекте. Марина мне очень нравится. Очень красивая, очень стильная, очень настоящая. Настая, ну, она классная вообще, прям очень крутая. Настен, Сергей Захарьяш есть. Что значит, Сергей Захарьяша есть? Есть Сергей Захарьяш. На островах ждет Марину. Да, нравится. Но есть свои сложности определенно. Потому что я считаю, что на проекте собрались очень сильные люди. И там обычному человеку, который не готов к критике, которому сложно изъясняться, который скромный, будет сложно находиться на проекте. Потому что там именно ценятся такие качества, как открытость, активность, самоуверенность, умение парировать в любом ключе, возможно, некая неадекватность. Эти качества будут цениться на проекте. Поэтому, если они у вас есть, welcome на кастинг. Приходите. Яна Шофеева. Ну, вот я и говорила. Яна Шофеева, она, как и Захар, они немного закрытые. И чтобы с ними подружиться, пообщаться, нужно какое-то время, ну, как бы, не знаю, показать себя, что ты тоже достаточно неглупая, интересная личность. То есть сразу они не открываются. Они, как, знаете, вот мимо ходят, смотрят, проверяют, какая ты что-то из себя есть. Таким образом можно с ним пообщаться. Сразу на контакт не идут. Закрыты, ребята. Много красится? Да, я бы не сказала. Нет, она только красит губы в основном. Ну, и брови подкрашивает. Сильно она не красится. У неё очень красивая кожа, сама по себе тёмная. Вот. Нет, она... Я не могу сказать, что сильно красится. Сильно красится Марина Страхова, она ярко красится. Потом Юля ярко красится. Ну, и всё, наверное. Выйдешь за меня? Вряд ли. А, Марина ждёт. Ну, он тебе симпатичен. С чего вы взяли, что Захар Яш мне симпатичен? Разве это где-то говорила в эфире или что? По-моему, нет. Так. Нас тебе статсовят? Нет, мне статсовят не нравится. Мне кажется, мы вряд ли бы с ней подружились. Я не люблю хабалистых девушек. Так, что-то кто-то мне там кинул. Нет, не буду ни с кем общаться пока что, потому что я вас не знаю. О, кстати, да, по поводу Манского и его девушки. Когда я пришла на проект, его девушка Анастасия сразу стала критично ко мне с агрессией относиться. Потому что она знала историю, что с Манским мы тоже были знакомы ранее. И даже был у нас такой небольшой роман. В прошлом году он звал меня на проект. Но я не пошла, потому что не была уверена в нашей сильной симпатии. И что о чем? Так вот, она не уверена в себе. И когда человек не уверен в себе, она злится, она капризничает, она ревнует. И обижается. Вот что я могу сказать по поводу девушки Никиты Манского. Очень странная личность. Да, у меня сейчас наручные волосы. Нужно сделать коррекцию. У меня свои темные волосы. Да, но вот цвет волос у меня наручные волосы. Нравится ли мне Алены и Макс? Это кто? Алены и Макс? Алены и Макс? Кто это? Алена и Макс? Не могу понять. Алены и Макс. Алены и Макс. А, Алены и Макс? Ой. Макс Колесников вы имеете в виду, господи? Колесников? Не знаю. Знаете, я тоже очень прямолинейная. Если мне не нравится... Прямо об этом... И Макс мне не особо нравился, потому что он слишком молодой, слишком неопытный, слишком выпендряло. Алену он просто не потянет. Поэтому я считаю, что через какое-то время они расстанутся, разойдутся. И если бы не Алена, на проекте он был бы неинтересен как человек, как личность. Он слабое звено для меня. И с ним не о чем особо поболтать. Он снимает какую-то хих, ерунду малолетнюю. Кто тебе показался высокомерным? Ну, из пар высокомерная немного Яна и Захар. Но они не высокомерные, они закрытые. И они присматриваются к людям, с которыми будут общаться. Высокомерная... Ну, наверное, все. Особо там больше... А! Безу слишком высокомерных. Это прям мой псевдогерой, которого я не очень люблю. Безус. Очень высокомерный чувак. Очень. Очень странный. Мы и так не нашли с ним общий язык. Как тебе, Шансонье Ябаров? Очень классный чувак, очень прикольный. Я вот прям не знаю, вот как откроется караоке. Я бы пришла, поехала с ним в караоке, попросила испеть его пару песен. Ой, простите. И танцевала бы просто под его песней. Он очень крутой, очень настоящий, очень искренний, очень смешной, забавный. Чувство юмора у него прям-таки не отнимать. Да, Бузова красивая, и Ксения Бородина красивая, и Олька Орлова красивая. Вот. Ну вот, и то, что ты телек выкинул 12 лет, поэтому ты не понимаешь, о чем идет речь. А идет речь о проекте, который популярный, в котором я принимала участие. И рассказываю об участниках, которые также принимают в нем участие. Как тебе, Яна Захарова? Красивая, закрытая, немного высокомерная. Но за этой высокомерностью есть доброта и искренность. Просто не всегда и не сразу она всем открывается. Как человек. Через какое-то время присматриваться к людям перед тем, как открыться. Гол бешеная чуть, истерит постоянно. Не знаю, я тоже как-то с ней не особо общалась, а не так же. Извините, у меня очень плохая связь. А, Яна Захаровна?